Всем привет! В эфире передача «Это подвержено». Мне присылают много видео. Очень много видео. Очень много-много-много видео. Но сегодняшнее видео, оно особенное. Его мне прислал Тимур Сидельников в предыдущей передаче «Сравнение». Привет, Костя Мавлов! У меня для тебя кое-что есть. Это чокопай. Существует миф о том, что если чокопай поджечь, то ничего не произойдёт. Но я хочу тебе кое-что показать. Смотри. Нужно поджечь белую прослойку. И, по идее, ничего не должно произойти. Но, смотри. Она горит. Скажи, фейк это или не фейк? Ну что ж, прислали. Надо повторять. Для этого я отправился на кухню. Я, как обычно, снимаю видео в одной из своих 15-6 комнатных квартир. Сегодня такой неказистый, чтобы вы не подумали, что я мажор. Для эксперимента нам понадобится обычная тринитер-бутан-пропиленовая зажигалка из нержавеющей пластмассы, которую можно купить в любом магазине вещи для проверок всего за 27 тысяч долларов. И чокопай. То есть это вещи, которые может приобрести каждый. Итак, открываем упаковку с чокопаем. И сразу же меня настигли первые трудности. Упаковка никак не хотела открываться. Но я справился. Дальше нужно было отделить маршмаловую кремовую прослойку от чокопайной булки. И эта задача оказалась мне по плечу. Итак, пробуем поджечь. Поначалу чокопай не сдавался. Плавился, но не горел. Вонял, но не горел. То есть делал всё, но только не горел. Помучившись ещё какое-то время, я понял, что ничего у меня не получится. Как мы с вами убедились, чокопай не горит, а только плавится. Чокопай придуман не для того, чтобы его жгли, а для того, чтобы его ели. Видео, которое мне прислали, оказалось фейком. Это подвержено. Субтитры сделал DimaTorzok